Приветствую вас. Микрофон от Даниил Добро. Я репетитор по математике, физике, химии и информатике. В первую очередь я помогаю подготовиться к задаче ВПР по математике и физике. Потому что данный примет мне просто больше нравится. Также я когда-то сдавал химию. Сейчас открою свою презентацию, немножко расскажу о себе. Во-первых, я учусь сейчас на психолога, в институте ВЛГУ. Сейчас я на втором курсе. Хорошо разбираюсь в компьютерах. Умею создавать всякие, как мы видим, презентации. Какие-то вот заметки по решению или объяснению материала. Обычно стараюсь к занятию что-нибудь подготовить, либо найти какую-нибудь презентацию. Подходящую. Так, я когда-то сдавал, в общем, экзамен ЕГЭ. Сдавал математику профильную, химию, русский язык и физику. Профильная математика, она более сложная, чем обычная математика. Поэтому, однозначно, смогу помочь разобраться с математикой до девятого класса точно. Конечно, подготовка к УГЛ и ЕГЭ я считаю более сложной задачей, но подготовить к ВПР я точно смогу. Так что, ко мне все-таки лучше обращаться именно по подготовке к сдаче ВПР по этим предметам. Информатика. Только, наверное, скорее всего, просто помочь разобраться просто с уроками. Потому что я ее не сдавал. И специфику данного предмета я не совсем себе представляю. В лучшем случае, я там объяснить пару заданий смогу без особых проблем. Но все-таки гарантированно подготовить к сдаче именно информатики я не могу, потому что я к ней не готовился и не сдавал данный предмет. Остальные же три предмета я сдавал. Сейчас я покажу, как проводят у нас занятия. То есть, я показывал какой-нибудь материал, рассказываю, что да где, спрошу ученика, что он знает, что не знает. Ставлю какие-то цели на занятия, к которым мы стремимся, в первую очередь. Я стремлюсь, чтобы ученик не просто послушал какую-то лекцию, потому что, к счастью, сейчас все есть лекции в интернете. То есть, можно легко найти видео в интернете, там, какие дроби, как их решать, как с ними работать, к примеру. Либо то же самое с физикой, как решать те или иные задачи. И по этой причине, вроде бы, на первый взгляд, кажется, что репетитор, в принципе, не особо-то нужен, если можно все посмотреть в интернете. В чем-то мысль того, чтобы попросить все-таки меня позаниматься с вашим ребенком. И подготовить, помочь ему подготовиться к какому-то предмету, скорее всего, лучше к сдаче именно у какой-то контрольной, самостоятельной, либо к ВПР. Потому что я не просто расскажу, но и прослежу, как ученик решает конкретные задачи. И допускает ли он при этом какие-то ошибки, в чем эти ошибки заключаются. И, соответственно, я могу их быстро устранить. И потренироваться. Решать задачи. Так, я использую платформы Skype, Webinar и Zoom. Я преимущественно все-таки смотрю на вот эти вот две первые платформы. Zoom мне не очень нравится, там ограничения по времени. И в чат каждый раз обновляется новый чат. Skype и чат постоянный. Ну, в случае, если с какой-то из этих платформ сникнут какие-то проблемы, то мы сможем легко перейти на любую из этих платформ. Либо вообще взять какую-то стороннюю. В крайнем случае есть еще несколько аналогов. Ну, а это основные, которыми я точно умею пользоваться. Так, дальше я покажу, какие я еще инструменты использовал во время занятия. Конечно же, это так называемая доска, где я могу что-нибудь написать, либо показать какое-то решение. Например, допустим, тут я показывал, как решить линейное уравнение. По идее, все это я прошу сделать ученика и просто слежу, как он решает правильно, неправильно. По подсказу ему, как решить правильно, но обычно постараюсь, конечно же, немножко подождать, чтобы ученик подумал и правильно решил. И сразу получил обратную связь с тем, что все решено правильно и верно. Потому что, на мой взгляд, именно вот этого не хватает в школе, когда приходится долго ждать. И вот этот момент перед тем, как получить оценку от преподавателя, не всегда оценка бывает хорошая от учителя. В данном случае в школе все-таки учителя. Соответственно, я, как репетитор, стараюсь дать какую-то оценку ученику. Это очень важно тоже при подготовке к каким-то контрольным работам получить сразу какую-то обратную связь. Чтобы было понятно ученику, что ему следует, на что следует в первую очередь обратить внимание, на что можно не обращать внимания и так далее. В добавок я еще все-таки изучаю психологию и, соответственно, могу и с психологической точки зрения немножко тоже помочь подготовиться морально к сдаче какого-то экзамена. Что тоже, на мой взгляд, моего основного преимущества как репетитора. Потому что, я думаю, немногие репетиторы хорошо знают, ну, хотя бы на каком-то базовом уровне психологию, даже для преподавания. Так, также я использую сайт гео, решив ВПР. Допустим, посмотрим варианты по химиям. Страничная номенклатура неорганических соединений, физические и химические явления. Допустим, вот это вот посмотрим. И попробуем решить. Тут у нас сразу есть ответы, то есть мы сначала пробуем решить, смотрим ответы, соответственно, мы все сразу сверяем с ответом. Смотрим, где были ошибки, если они были. Превращаем, ну, превращение о них веществ в другие называют. Так, приблизим чуть-чуть. Называют химическими реакцией, химической реакцией. Из представленных на них рисунков выберите тот, на котором изображено притекание химической реакции. Объясните, сделанный вами выбор. Тут мы смотрим на эти рисунки. Первый рисунок у нас, какой-то груз висит, он оттягивается, притягивается. Тут у нас происходит выделение пара из чайника, испарение воды. Здесь у нас происходит процесс горения спички. Здесь нужно вспомнить, что такое вообще химия. Химия изучает именно, когда одно вещество переходит в другое. Вот в этих всех случаях агрегатное состояние вещества, то есть молекула, остается одна и та же. Вот в этом случае здесь вода, и эта вода просто газообразная. Просто молекулы разогнались побольше. Здесь же происходит какой-то процесс химический. Спичка сгорает в кислороде в данном случае. Можно это даже прописать в виде реакции. Здесь мы реакцию не пропишем в виде формулы. Здесь мы тоже никакую формулу не напишем химической. Поэтому это однозначный ответ 3. Если, конечно, ученик затрудняется вот это все проговорить, то, разумеется, я ему вот это все подробно объясняю. Почему ответ 3 правильный? Ну и тут тоже у нас есть кратенькое объяснение. Протекание химических реакций изображено на рисунке 3, потому что в ходе реакции горения образуется новое химическое вещество. Тут, видите, очень кратко. Может быть, не совсем понятно, что именно образуется. И почему именно этот ответ правильный. Поэтому с репетитором будет значительно проще и быстрее с этим совсем разобраться и понять, почему третий рисунок верный. Давайте посмотрим второе задание. Уже возьмем, например, математику. Ну или давайте физику. Физику 7 класс. Объяснение физических явлений. Первое задание. Лыжники спокойно передвигаются по снегу, но если они снимут лыжи, то они провалятся под хрупким снегом. Чем это объясняется? Какой формулой описывается? Здесь нам нужно вспомнить давление, формулу давления. Давление это формула площадь, деленная... Нет, сила, деленная на площадь. Так, вот у нас сила, деленная на площадь. Все, вот оно давление. Все я правильно назвал. Это объясняется равномерным распределением веса лыжника по всей площади лыжи, которые в несколько раз превосходят площадь подуши ботинок. Из-за этого давление на снег становится меньше. В общем-то все, тут все понятно. Если, конечно же, ученик что-то не совсем понял, я пытаюсь как-то это еще по-другому объяснить. Например, в случае с давлением можно еще привести, например, с притыканием иголки, например, одежды. Потому что если иголка острая, она легко поткнет одежду. То уж такой же принцип. Если с лыжем не совсем понятно. Либо еще какие-то аналогии можно привести в данном случае. Либо провести какой-нибудь простой там опыт. Также можно, я могу там порекомендовать посмотреть какие-нибудь видео на эту тему, на тему давления. Например, там есть в Галилео, еще где-нибудь. Я могу ученику, например, специально поискать эти видео и предложить ему посмотреть. Либо, если видео совсем короткое, посмотреть прямо во время занятия. Где я там максимально подробно показан? Какое-нибудь физическое явление. Ну и осталась у нас математика. Лучше по математике сейчас покажу. Математику опять-таки возьму седьмого класса. Так, простейшие текстовые задачи, например. Возьмем задачу 3. Оля потратила в книжном магазине 500 рублей. На покупку книги она израсходовала 65% этой суммы. То есть задачи на проценты. Так, я открою доску. Выпишу. У нас 500 рублей. Так, израсходовала на покупку книги она израсходовала 65%. От этой суммы у нас минус 65%. А на покупку календаря 20% этой суммы. Сколько рублей стоили остальные товары? Запишите решение и ответ. Так, 60 плюс 20. Как я понял, их надо сложить. Давайте-ка мы посчитаем, сколько у нас равняется 1%. Вспоминаем, что такое проценты. 1% это у нас 500 делим на 100. Получается у нас 5 рублей. Это у нас 1%. Так. Соответственно. Потратили мы 65%. 5 умножить на 65. Так, умножаем. Получаем. 5 и 5, 25. 5 и 6, 30. 325 рублей. Это у нас в первом случае. Потратили. 500 минус 325 рублей. 5. Тут у нас занимаем, получается, 10 минус... Так, тут сначала заняли. Тут у нас было 10, 5. Так, тут у нас осталось тогда 9. 9 минус 2. 7. 7. И здесь у нас осталось, соответственно, 4. 4,75. Так. А, еще минус 3. Соответственно, 1. 175. Наверное, на 175 мы опять... На заросло 60% этой суммы, а на покупку календаря 20% этой суммы. Скорее всего, мы продолжаем работать уже с этим числом. Тут высчитываем вот этот вот процент 1. То есть делим на 10. То есть на 100. Получается вот такой вот у нас процент. Нужно умножить на 20. Считаем. Сначала умножим на 10. Получается 17 и 5. И умножим на 2. Ну, давайте ставим так, как было. Ну, запятую перенесем. Чтобы было понятнее. Так, 0, 0, 0. Получается у нас 3 0. 2х5, 10. 2х7. 2х7 это у нас 14. 2х1, 2, 3. То есть 40. Соответственно, на. То есть 50 мы вот так вот переносим. Получается 34 рубля. И 175 минус 34. У нас получается 1. Тут у нас получается 4. Тут у нас получается 1. 141 рубль. Решение смотрим. Тут у нас почему-то все по отдельности. То есть тут, видимо, у нас текст задачи очень такой своеобразный. Мы не совсем правильно поняли текст задачи. Ну, тоже как вариант умножить на 0,15. То есть я решил немножко по-другому. У меня получился другой ответ. Ну, не потому что я неправильно решил. Потому что тут у нас текст задачи не совсем правильно составлен. Потому что тут, смотрите, на покупку книги она из расходовала 65% этой суммы, а на покупку календаря 25% этой суммы. Этой суммы. Это какой суммы? То есть ли уже вот этого, вот этого 65%? Или все-таки эти проценты надо сложить? Я тоже сначала подумал, что их надо сложить. Но потом подумал, что это было бы слишком просто. И предположил, что надо сначала 65% отнять, а потом 20% от той суммы, которая получилась. Ну, видимо, составители этого задания подумали, что эти проценты нужно просто сложить. Ну, и как мы видим, тут у нас умножаем на 0,15. Можно либо тут разделить на 100 и умножить на 15%. Либо умножить на 0,15. Так, в принципе, удобно. Вот таким вот образом я тут показал, как я решаю все три предмета. Надеюсь, вам понравилось. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. Пишите, если вам нужна помощь по подготовке к ВПР по данным предметам. Как мы видим, тут у нас химия с 8 класса, физика с 7 класса. Ну, 11 класс, я не знаю, возьмусь, не возьмусь. Мне кажется, навряд ли. Так, и... Ну, математика. Тут у нас до 8 класса. Спасибо за внимание. До встречи. и